В аннексированном России Крыму в результате взрыва на Керченском мосту погибли люди. Автомобильное движение по мосту к вечеру было возобновлено. В освобожденных районах Харьковской области люди нуждаются в самом необходимом. 73 тысячи человек получили продуктовую помощь ООН. В аннексированном России Крыму в результате взрыва на Керченском мосту погибли по меньшей мере 3 человека. По факту взрыва возбуждено уголовное дело и создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Российской Федерации Маратом Хуснулиным. Инцидент произошел в субботу. В 6 часов утра на Керченском мосту, по версии следствия, был подорван грузовик. Загорелись цистерны с топливом, находившиеся в железнодорожном составе. Обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Движение было остановлено. Керченский мост для России важная логистическая цепочка. В российском парламенте, а также в назначенной Москвой крымской администрации считают, что взрыв устроили украинские спецслужбы. Сейчас, как сообщается, по мосту возобновилось движение автомобилей и автобусов. Ранее крымчан призвали проявлять спокойствие и терпение. Хочу заверить крымчан. Первое, топливо в наличии больше, чем на месяц. У нас полностью никакого ажиотажа быть не должно. Продовольственные запасы больше, чем на два месяца практически по всем направлениям. Рисков в этой части никаких нет. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие. Всех гостей Крыма в данном случае тоже прошу набраться терпения. В украинской столице новости о взрыве на Керченском мосту встретили с энтузиазмом. Люди фотографировались у плаката с изображением Марки со взрывами на мосту. Это было чудесно. Когда я проснулась и прочитала новости, я подумала, что... То есть я в принципе ожидала, что что-то произойдет, потому что вчера был день рождения Путина, ему исполнилось 70 лет. Поэтому я ждала подарка от вооруженных сил Украины. И это произошло с небольшой задержкой, но такова жизнь. Пусть диктатор нас простит. Построить Керченский мост президент Путин поручил после аннексии Крыма. Мост, открытый в 2018 году, используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины. В освобожденном украинской армии Лимани в Донецкой области местные власти приступили к восстановлению разрушенных жилых зданий и подготовке города к зиме. В результате боев в находившемся около четырех месяцев под российской оккупацией Лимани почти не осталось неповрежденных домов. Во многих помещениях нет электричества, газа и воды. Почти у всех освобожденных населенных пунктов одна и та же проблема. Во-первых, они полностью разрушены. То есть инфраструктура, дома, все в руинах. Это первая проблема. Кроме того, люди нуждаются в психологической помощи. Местная жительница Татьяна вспоминает, как в ее дом попал снаряд. И говорит, что им с дочерью чудом удалось остаться в живых. После освобождения Лимана в город прибывает первая гуманитарная помощь. Возобновлена выплата пенсий. Власти оценивают нанесенные российской оккупацией ущерб. Местный житель Александр говорит, что не сомневался в возвращении в город украинских военных. Лиман находился под контролем российской армии с 25 мая по 1 октября. По данным ООН, 73 тысячи человек получили продуктовую помощь в районах Харьковской области, которые Украина вернула под свой контроль. Это почти половина местного населения, сейчас проживающего на данной территории. Вблизи некоторых населенных пунктов боевые действия продолжаются. В освобожденном изюме люди полностью зависят от гуманитарной помощи. В изюме остаются от 8 до 9 тысяч человек. До войны там проживали 46 тысяч человек. Жизнь тех, кто сейчас находится в городе, полностью зависит от гуманитарной помощи. В изюме разрушены либо закрыты рынки и магазины. Семьи собираются в центре города для обмена своим имуществом и запасами, чтобы обеспечить себя самым необходимым. В Купинске, где до войны проживали около 28 тысяч человек, сегодня остаются 4 тысячи жителей. 95 тысяч объектов инфраструктуры в Украине разрушены в результате российской военной агрессии, в том числе 74 тысячи жилых домов. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, занимавший этот пост период внутриполитической нестабильности, пандемии и продолжающейся войны в Украине, провел кампанию за переизбрание, позиционируя себя как воплощение стабильности в непредсказуемое время. Поддержка к нему пришла и от земляков, давно уже обосновавшихся за рубежом, в том числе от знаменитого актера Арнольда Шварценеггера. Я не могу сказать австрийцам, за кого голосовать, но я буду голосовать за вас на все 100%. Вы нужны нам как президент на следующие 6 лет. 78-летний Ван дер Беллен от партии «Зеленых» бесспорный фаворит предвыборной гонки. По данным опросов, за него готовы проголосовать более 50% избирателей. На втором месте Вальтер Розенкратс, связанный с крайне правой партией «Свободы». Опросы сулят ему 16% голосов. 4% уступает ему лидер партии «Пиво» Доминик Влазны, которого в Австрии больше знает под псевдонимом Марка Пога. Лидер панк-рок группы «Турбопиво» основал свою партию в 2015 году. А через 4 года она уже пыталась пробиться в Национальный совет Австрии, но не набрала достаточное для этого число голосов. В списках для голосования зарегистрировано еще 5 кандидатов, большинство из них беспартийные. В победе действующего президента мало кто сомневается. Аналитики задаются в основном вопросом о том, решится ли все уже в первом туре в это воскресенье. Но есть и те, кто не исключает неожиданных сюрпризов. По меньшей мере 7 человек по уточненным данным погибли в результате взрыва на заправочной станции на северо-западе Ирландии. Ранее сообщалось о 4 жертвах. 8 пострадавших находятся в больнице. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Ведутся их поиски. Трагедия разыгралась в пятницу на АЗС в деревне Крыслок, графство Донегол. Взрыв сравнял с землей здание станции, в котором находились магазин, почтовое отделение и парикмахерская. Повреждены и соседние постройки. В субботу на место происшествия прибыли сотрудники ирландской полиции, службы береговой охраны и пожарные. Университетская больница Летеркене, расположенная в 24 километрах от автозаправочной станции, работает в режиме чрезвычайной ситуации. Врачам приходится иметь дело с пациентами, получившими множественные травмы. Причина взрыва выясняется. Ретроспективная выставка картин нидерландского художника Винсента Ван Гога открылась в Палаце Бонапарты в Риме. 50 работ позаимствованы у музея Крюллера Мюллера в Нидерландах, который может похвастаться одним из самых больших в мире собраний картин Ван Гога. Впервые ценители искусства за пределами Нидерландов смогут увидеть отреставрированный в музее автопортрет Ван Гога. С помощью работ, которые мы выбрали в музее Крюллера Мюллера, мы пытаемся рассказать историю Ван Гога во всей полноте, начиная с его первых работ, которые он создал в 1881 году, когда решил, что точно хочет стать художником, понял, что это его путь и начал творить. На выставке представлена одна из последних картин Ван Гога «На пороге вечности», известная также под названием «Старик, опустивший голову на руки». За свой короткий творческий путь длиной в 10 лет Ван Гог создал более 2000 произведений. В Берлине стартовал фестиваль света. Рассвечены огнями Бранденбургские ворота, здания на Потсдамской площади и Бебельплац. Праздник в столице Германии проводится вот уже 18 лет. В нынешнем году на фоне энергетического кризиса концепция фестиваля несколько изменилась. Организаторы предусмотрели снижение затрат на освещение зданий на 75%. Фестиваль продлится до 16 октября. Фанаты косплея радуются. Знаменитый нью-йоркский комик-ком возвратился в нормальное русло. Этот фестиваль – одно из крупнейших в мире событий в индустрии массовых развлечений. Он привлекает тысячи фанатов комиксов, телесериалов и компьютерных игр. Стоимость билетов от 24 до 212 долларов. ВИП-билет обойдется в 502 доллара. Бывшие футболисты Блес Матью Ди и Марсель Десаи позируют с трофеем Кубка Мира, который прибыл в Париж за 6 недель до начала соревнований. Кубок, стоимость которого оценивается более чем в 100 тысяч евро, имеет высоту почти 40 сантиметров и весит более 6 килограммов. Кубок Мира проходит тур по 32 государствам, прежде чем отправиться в принимающую страну кадр. В аргентинском городе Ла Плато собрались футбольные фанаты. Они требуют привлечь к ответственности причастных к смерти болельщика, который скончался от инфаркта по пути в больницу в ходе столкновений во время футбольного матча между клубами «Эбока Гуниорс» и «Химнасия Ихз Грима». Столкновения произошли в четверг, когда около 10 тысяч человек, которым не хватило места на стадионе, попытались прорваться через ограждения. Субтитры создавал DimaTorzok